Роль не только дермоцкопии, но и роль неинвазивных методов исследования. Меланома кожи – это частое онкологическое заболевание, и до 80% всех неоплазий кожи она заканчивается смертельным исходом. Клинический состав меланомы не влияет на клиническое течение опухолевого процесса, однако признаки методический индекс уровень инвазии в дерму, изъявление опухоли и некоторые другие имеют большое прогностическое значение. На этом основан расчет пятилетней выживаемости пациентов и правильное определение уровня инвазии со степенью вовлечения лимфатических коллекторов, правильное определение толщины опухоли, а также характер поражения лимфатических узлов, распространение болезней и главным ориентиром планирование дополнительного профилактического лечения. В странах ЕС и Евросоюза диагностируется меланома на поздних стадиях не выше 10-12%, у нас же в России до 25%, то есть в два раза выше, чем в странах Евросоюза. По данным Ракового регистра Архангельской области за последние пять лет отмечена стойкая тенденция к увеличению количества впервые выявленных пациентов с меланомой, отмечен высокий показатель смертности. За пятилетний период в большинстве случаев необходимо выявлено первая-вторая стадия, то есть вторая стадия 38%, первая 39% и третья-четвертая стадия до 10%. Исходя из этих данных запущенность составила 16%, причем все-таки у женщин она составляла несколько меньше, чем у мужчин. По данным международного популяционного исследования в рамках Конкор-1 Архангельская область была представлена как Россия, и здесь пятилетняя выживаемость составила 60%. Основываясь на клинико-патологических данных, в настоящее время выявляются следующие прогностические признаки, то есть пациенты имеют высокий риск заболевания, более 80%, это четвертая стадия, и в течение пяти лет с момента при наличии отдаленных метастазов высокий риск смертности, то есть пациенты, имеющие низкий риск рецидивирования, то есть при толщине опухоли, имеют более высокие продолжительности жизни. Клинические исследования меланомообразований невооруженным глазом проводятся опытными врачами при диагностике меланомы показывают 70% чувствительность и 75% специфичность. Дерматоскопия помогает, поднимает эти показатели до 83-85%. Современная диагностика, своевременная диагностика, которая связана с целым рядом трудностей, обследуемых больных клинических, ее клинических проявлений, внешним сходством с другими меланцитарными образованиями. Основанными симптомами злокачественных трансформаций на образование кожи это являются любые изменения размеров, формы, характера, пигментации, то есть наблюдения в течение нескольких месяцев. При наличии выраженной клинической картины, соответствующей анализе, диагноз меланомы для специалиста бывает не представляет трудности. Дерматоскопические, меланоспецифическими признаками меланомы будут являться это бело-голубая вуаль, это бело-голубые структуры, зоны беструктурной пигментации, радиальная лучистость, атипичные глобулы и нерегулярные точки, это ромбовидные кольцевидные изменения, это пигментация гребешков, параллельные структуры, различные специфические симптомы. При дерматоскопии чаще всего обнаруживается сочетание нескольких характерных признаков, варианты такого сочетания очень разнообразны, и не всегда эти проявления бросаются в глаза, и зачастую их обнаружение возможно только при тщательном анализе дерматоскопической картины. Асимметрия полихромии образования, наличие участков с резким обрывом границ и обилие различных структурных элементов – это основные проявления меланомы. При детальном изучении дерматоскопической картины следует обращать внимание на наличие атипичной пигментной сети и беструктурный зон пигментации. Диффузная бело-голубая вуаль в сочетании с наличием нерегулярных черных точек, мелких глобул, точных сосудов и сосудов в виде клубочков не вызывает сомнения злокачественной природы этой опухоли. Зрелые меланомы обычно не представляют трудности в плане диагностики для постановки диагноза, достаточно внешнего осмотра. Их дерматоскопическая картина не имеет не менее выразительное, чем внешнее проявление. В данном случае полихромия опухоли сочетается с асимметрией структуры обширной зоны красно-розового цвета, соответствует атипичному сосудистому рисунку. Красно-черные точки в нижней части снимка, это слева, соответствует области изъязвления опухоли. Опухоль на поясничной области появилась после поездки на юг. Дерматоскопия не оставила сомнения в этом диагнозе, что это меланома. Является полихромия, атипичная пигментная сеть, радиальная лучистость. По верхнему краю сочетание с обширной зоной темно-серой беструктурной пигментации в центре. На этом фоне видны бело-голубые структуры в виде направлений неправильных полос. По нижнему краю пигментации есть практическое разрешение. Пациент обратился на прием с жалобами на увеличение пигментного неуса в поясничной области. Визуально неправильное по форме, неправильно окрашиванное образование подозрения на меланому было подтверждено результатами дерматоскопии. На фоне пятнистой коричневой пигментации обнаружены бело-серая-голубая структура в центре. И здесь же присутствуют участки атипичной пигментной сети с множественных коричневых точек. Внешний вид этой опухоли имеет сходство с проявлением сибарейного кератоза. Дерматоскопическое исследование позволило исключить этот диагноз и поражение меланомцитарное. Неправильная окраска, асимметрия, неправильные неровные края, наличие участков с обрывом границ вызвали подозрения в плане меланомы. Кроме очень бледной бело-голубой вуали в центре, в части обнаруживаются неоднородные фрагменты слабозаметной негативной сети и мелко-коричневые черные нерегулярные точки. Гистологически поверхностно распространяющаяся меланома. Пациентка обратила внимание на изменение родинки в верхней третьей голени. Так, у меня что-то выключилось совсем. Дерматоскопическая картина подтвердила диагноз асимметрия полихромии опухоли, наличие участков с резким обрывом границ пигментации по нижнему краю и почти по всей поверхности пигментного образования точки рассыпанного молотого перца. Асимметрия структуры опухоли бело-голубая вуаль, наличие атипичной пигментной сети черного цвета в центре и структуре регресса над ней, слабо выраженная радиальная лучистость, опухоль до 7 см была диагностирована только благодаря дерматоскопии, позволяющую выявить значительные структурные отличия этой родинки от остальных. Это поверхностная форма гипопигментированной меланомы по внешним проявлениям может быть схожа с базалиомой. Дерматоскопические исследования этой опухоли выявили ее меланцитарную природу, белорозовые гомогенные образования ширного цвета, появление скопления мелких бледных точек и по верхней части границы крупной неоднородной цветной зоны гиперпигментации и структуры бело-голубой вуали. Наличие на предначальном этапе своего развития меланома часто не обладает какой-либо яркой и характерной симптоматикой, вероятность ошибки при постановке этого диагноза, базирующейся только на аномнистических и клинических данных, довольно высока, особенно трудна диагностика гипопигментированных форм. С 2014 года в Архангельском онкологическом диспансере проводится новый неинвазивный метод диагностики дерматосиоскопия. Сиоскопия означает спектрофотометрический интрадермальный анализ. Спектрофотометрический – это значит переносит влияние световой инфракрасной лучи спектра света в кожу и измеряет отраженный свет. Интрадермальный анализ – это свет проникает в верхние слои кожи и характеристика отраженного света зависит от строения этих слоев. Анализ этих характеристик требует сложных математических произведений, и затем данная информация отражается в виде картинок, сиосканов на экране компьютера. Весь процесс занимает несколько секунд от небольшого количества контактной сиоскопии. Скан располагает над новообразованием, легко прижимается к коже, и лазерный луч производит светоизлучение диоды, и длины их волны меняются, выворочно взаимодействуют составляющие кожи. Данные, полученные при сеанс-сканером, переводятся на компьютер, который производит сложные изменения, и появляются четыре скана. Сканографы распределяются концентрацию меланина, дермального меланина, кровоснабжение сосудов и коллагена. Наиболее очевидный пример сиоскопии – это диагностика злокачественной меланомы. Здесь показана типичная злокачественная меланома, первый скан, следующий скан – это скан дермального меланина, то, что находится под эпидермисом, сиоскан общего меланина, сиоскан гемоглобина и коллагена. При работе с сиоскопическим изображением была отмечена возможность этого неинвазивного метода проверить некоторые клинико-гистологические параллели, визуально оценить распространение меланома в дерме в сосочковом слое, в кровеносных сосудах, в коллагеновых волокнах дермы. Для максимально точной предоперационной постановки диагноза были использованы следующие дерматискорические критерии. Это скан меланин в пределах эпидермиса, темный цвет, оценивается до 3 балла. Клинические проявления опухоли не оставляют сомнений в диагнозе. К дерматоскопии здесь скан дермального меланина оценивается до 5 баллов. Это зеленые, синие, красные, черные области указываются на прогрессию и возрастающую концентрацию меланина. Скан кровеносные сосуды оценивается до 3 баллов. Это зона вытеснения сосудов, опухоль, розово-коричневый венчик и высокая концентрация гемоглобина. Скан коллагена оценивается как в 1 балл. Это зона фиброза, участок серо-зеленого цвета. Пример сиоскопического исследования, сканирования по системе АБЦД, это асимметрия образования, неровные границы, полихромия, это размер образования более 6 миллиметров, при дерматоскопии 4 балла, это бело-голубая валь, нерегулярные точки и участки сиоскопическое исследование при скане. Время. При сиоскопии неравномерный скан лилонина, увеличение размера и дерматоскопический также показывает 3 балла. Изменение скана гемоглобина, коллагена и что повышает, нам облегчает предоперационную диагностику, это просмотр изображения в 3D-исследовании. Не вызывает сомнения, что это злокачественная меланома. И пример доброкачественного образования. Здесь распределение общего меланина, дермального меланина, гемоглобина и коллагена равномерное и не вызывает сомнения, что это гистологическое подтверждение доброкачественного образования. Как я уже сказал, с 2014 года проводится это исследование у нас в диспансере и проверили 200 пациентов, которым проводили сиоскопическое исследование и затем после этого было проведено гистологическое широкое сечение образований пигментных и 31% это гистологический диагноз подтвердилось меланома. Сравнивая дерматосиоскопический диагноз и гистологическое заключение у нас получилось 81% совпадений диагноза меланомы, больше преимущественно это гипердиагностика, ну и совпадений достаточно приличные, то есть дерматосиоскопия помогает нам в диагностике. На начальном этапе развития меланома часто не обладает какой-либо яркой характерной симптоматикой, вероятность ошибки при постановке диагноза базируется только на учете анамнистических, клинических данных, довольно-таки высока и особенно трудна диагностика гипопигментированных образований на сегодняшний день одна из наиболее из дополнительных методов оценки первичного опухоли, это является дерматоскопическое исследование и считается наиболее информативным. Спасибо за это. Спасибо большое. Поскольку мы выбиваемся из регламента без вопросов.